Добрый день, наши дорогие зрители и гости канала! С вами Валерий Италин Муляр. Здравствуйте, все наши! И мы наконец-то собрались вешать новогоднее освещение, новогодние гирлянды. Вот тут Валерий Леонидович какие-то интересные штучки разложил. Хочу вам с этого начать, потому что я думаю, что многим будет полезно посмотреть, как повесить новогодние гирлянды. Потому что много способов существует, а вот это тебе кто подсказал? Вот такой вид крепежа. Паша-электрик наш. Вот, наш Паша-электрик, который этим занимается профессионально. Я верю в вас, у вас самих получится все. Да. Могу вам показать? Да, поближе нам расскажи, пожалуйста. Значит, у меня есть саморезы по дереву, соответственно, я планирую в дерево вкручивать. Также есть у меня и по металлу. На улице мы будем, соответственно, крепить это. Видишь, дырочка образовалась? Сразу я это подготовил, куда мне, чтобы на высоту брать, там, где я буду крутить, чтобы мне не рассыпалось. Да, по фасаду дома будем под крышей вешать. Да, конструкция, она вот, она такая будет. Вот. Площадка под хомут. Сам хомут. И саморез. Вот эти площадки под хомут я делаю с интервалом вдоль дома по длине наших гирлянд, 15 метров. Ну, соответственно, туда вставляю, когда все готово, гирлянду, затягиваю хомутами. И она у меня висит, должна висеть ровно, аккуратно. Покажи-ка отдельно эти площадки, как они выглядят. Площадка отдельно, вот как выглядит. Все это покупал в магазине электромонтаж на Тульской. Есть и в интернете. Я просто был в Москве, заодно купил. Вот такая площадка. Вот видно под саморез отверстие с углублением. Вот если отсюда посмотреть сверху, видно отверстие под хомуты. Вот на упаковке, смотрите, как написано, вот оно нарисовано в разрезе, написано основание. Вот так называется. Вот это, наверное, артикул. Под хомуты это, да? Да. Короче, основание под хомуты. Все горшки мои замело, которые остались. Розы уже и не видно даже. Я все-таки все рододендроны укрыла. Вот, видите, поставила тут такое укрытие для них. Даже сосна уже скрывается под снегом. И у нас этот лайфхак. Валера закрыл наши туи, которые в прошлом году. Сахарок вокруг них бегал. Вот стульями закрыл. И тут тую столом. Все в снегу. Теплится наполовину в снегу. Ну, зато так красиво. Невероятно. Лесная сказка. Вешать будем по фасаду. Вот с этой стороны вешать решили не будем. Очень много получается. Вот так вот. Вдоль терраски. Потом там у дома, у крыльца. И потом перейдем вот так вот на баню. А вот и сату прибежу. Сейчас прогуляемся с ним немножко. И будем вешать. Валера замеряет, какая длина получится. Мы купили 15 метров. Да, 15 метров мы купили же. Рано так темнеет у нас. Сейчас пол четвертого. А уже видно, что темнеет начало. Сколько? 5,80. Да, больше всех в снегу радуется сату. Да, вот отсюда точно. На баню не хватит, да? Ну, отлично, значит, сделаем дом. На баню, может, под козырек с той стороны повесим, которая была в прошлом году. Такие месяца, помнишь, были? И снежинки. В общем, украшаем все. Так уже прямо хочется. Ну, и потом следующим этапом сейчас огни повесим. Гонечки. И на днях я сделаю уже венки. И ближе к концу недели приедет Юля, будем шить шторы. А после штор я уже буду украшать внутри дома. Такой план. Такой план. Вон какую шапку намело на дровницу. Да, вот мы все живем мечтами, да? Сейчас я уже мечтаю о том, как здесь будет красиво весной. Летом мы мечтали, чтобы наступила зима, и был снег. Наступила зима, выпал снег. Теперь мы мечтаем о весне, чтобы расцвелить тюльпами. Взошли первоцветы. Интересно, как перезимуют розы. Распустятся рода дендроны. Посоту. Видите, стоит. Я там закрыла его забор, поставила туда кашпок от этой дырки. Его снегом занесло, и он теперь не может оттуда убежать. Он в печали. Хочет, хочет бежать куда-нибудь. То есть я должна держать вот так, с этого угла, как бы, да? А через какое расстояние-то больших примерно делать? Я имею в виду, много их надо прикручивать-то? Через два сантиметра. Прорисание у него будет. Да, так красиво будет. Ну, долго, конечно, тебе. Так, а что нам даст, что мы повесим сейчас? Ну, надо будет второй раз тебе вот так вот это все. Ну вот, на одну стенку повесил Валера. Через два кантиметра делает. Начало темнеть. Вот так выглядит в итоге. И сейчас сюда сделаем первую гирлянду, чтобы потом лестницу уже не переставлять. Сейчас надо будет свет включить. У нас есть освещение же во дворе, очень хорошее. Совсем другое дело. Да, Сатуша? Так намного веселее. Гирлянды мы купили заранее в ВАУ-центре. У меня есть влог оттуда, где мы покупали всякие новогодние украшения. Эти гирлянды. Они специально уличные. Вот так они там выглядят. Такая упаковка стоит 1800, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы купили белый теплый свет. Такой же, как я только что включила на улице. Потому что теплый свет, он совсем по-другому смотрится. Они уличные. У них, посмотрите, как хорошо сделано крепление. То есть, вот здесь вот все открывается, отвинчивается, завинчивается. И они стыкуются друг с другом. В общей сложности мы купили 15 метров этих гирлянд. Они выглядят как бахрома. Вот. Такая висящая бахрома. Вот она изображена. Три метра в упаковке. Вот мы купили 15 метров. Нам обошлось вместе с переходником. И с проводами, которые там дополнительные нужны были. В 10 тысяч рублей. Вот, 15 метров. Это получилось намного дешевле, чем мы до этого даже смотрели в какой-то фирме, типа оптовой. Вот. И вот у них черные провода такие, видите, прям мощные. И они действительно уличные. Видите, у них все лампочки заизолированы. Ну, то есть, по качеству намного лучше, чем то, что я в прошлом году покупала на Алиэкспрессе. И там было анонсировано, что это тоже уличные. Оказалось, что это вообще не уличные. Будем надеяться, что эти гирлянды нам уже не один год прослужат. Ну, что, пошли вешать первую. Надо сразу, наверное, обрезать их. Обрезать? А, эти самые ты имеешь в виду? Хомуты? Сначала повешу. Ага. Ну, давай. Давай. Поехали. 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 Ой, я что-то озябла И вроде у меня даже руки в двойных варежках А эту лестницу держать, она такая ледяная Это вообще Я зашла Сату тут тоже забежала Угреться Да, Сату? Скажу, что-то замерзли мы все Я себе достала валенки Потому что, конечно, в этих сапогах В общем, тоже, несмотря на то, что у меня там носки Помните, мои валенки-то вот нашла Они, правда, у нас лежали Тоже в холодном месте В общем, положила их на печку, чтобы они немножко отошли Сейчас погреюсь Надену валенки и пойдем продолжать Пока грелась, поставила тефтели Ну, или ежики Не знаю, честно говоря, чем отличаются тефтели от ежиков Ну, здесь у меня рис, фарш, тыква, лук Специя для фарша И в качестве соуса Сделала вот такое вот у меня было Лобио с фасолью Вот его сюда добавила Еще чуть-чуть томатика у меня было В общем, получились вот такие тефтельки Ну, все, согрелись Пойдем доделывать Вот уже эту часть Сделал Валера Сделал Валера Сделал Валера а разве она не вот этими крюками должна там держаться нет вот так да я не поняла что его надо ногой что ли держать куда в какую сторону поедет туда значит вот так давить ну все ты мне скажи как я буду хорошо так как уже мне стать то чтоб ты пока переставляешь только без меня не залезай а пойду мне там тефтели помешаю и приду хотел тебя попросить покажи пожалуйста вот для зрителей как они соединяются мне уже вот хорошее такое соединение я уже просто какие провода показывала вот именно как соединяются что зимние получается на каждой зимние есть два вход и выход и соответственно они свинчиваются что соединяются они только единственное здесь надо обратить внимание вроде бы на первый взгляд раз и соединяется нет там есть паз и вот здесь есть паз здесь есть выступ и надо так чтобы выступ в паз попадал иначе она здесь давить больше плохо давить надо вот так аккуратненько она тогда заходит вот и все и свинчиваются потом дайте меж собой меж собой вот так видишь не заходит вот так когда в паз попал зашла потом крышка сверху завинчивается притягивает контакты плотную и все у тебя соединение есть с предыдущей но герметично получается да еще здесь интересно тоже при установке надо обратить внимание что не потерять когда вот их так они свисают монтируешь здесь есть резиночка кругленькая такая маленькая уплотнитель на еще уплотнитель даю очень грамотно все сделано грамотно вот и точно также подсоединяется блок питания к первой гирлянде вот питание пошел и два вида один мигающий вот это мы отдельно покупали блок питания отдельно но он состоит из двух есть два варианта вот это мигающий 8 программ этот трансформатор точно также подсоединяется мерцающий если можно запустить мы будем пускать через вот этот это вот он отдельно продавался или это тоже отдельно продавать это комплект а в комплекте вот этот и вот этот вместе были да вот у них есть общий шнур и можно вот такой чтобы 2 метра с половиной ясно вот это в розетку дальше пошла работа компошек тебе все нужно да ты любит и все бдишь контролируешь нас молодец да не теряешься зато и ты тоже присматривая за компотиком хорошо пока мы там делами занимаемся на улице ну вот монтаж завершили хватило нам до бани осталась еще одна гирлянда решили что это будет ни туда ни сюда сохраним ее на следующий год вот в общем четыре гирлянды по три метра у нас ушло на наш дом и теперь будет валер подключать подключать больше вот в эту розетку который у нас тут есть вот у нас ведь тут есть розетка она для в общем работ по саду газонокосилку сюда включаем и если что-нибудь нужно тут сделать вот обогреватель когда в теплице стоял был в эту же розетку отключен кухне так красиво смотрится с улицы правда красота дом с окошками а это вот и есть этот штатный провод который мы купили до дополнительный к ней с этим блочком который ты показывал я пошла за фонариком валере потому что ничего не видно почти десять вечера а тут у меня видите такая веселая команда наблюдатели в окне о кстати заметила еще одна тыква стала портится надо ее убирать оттуда я кстати стала тыку класть вообще во все у нас теперь в салатах а в супе тыква и где только нету нас тыквы свечу сейчас вот валер закрепил провод и как всегда очень основательно все делаешь и очень аккуратно прямо весь провод прикрепил все фишечки закрепил все тут культурно через каждые 20 сантиметров прикреплены гирлянда восхищаюсь с тобой не дотянется думаешь конечно эта установка на морозе это что-то с чем-то надо было тесто конечно когда был теплее то нам повезло вернемся и специально пошли делать потому что нас вчера было минус 12 сегодня нас минус 2 я хожу вот в валенках мне даже снег к ним прилипает к подошвам они у меня без калуш вот но я их обычно в мороз ношу вот и конечно все равно на таком холоде все прилипает уже столько часов мы тут оба фанаты нового года фанаты нового года ну зато уже так вот один раз делаем и потом весной можно будет снять хомуты а сами фишечки они останутся потом на следующий год уже будет проще повесить ну и на следующий год даст бог мы дворик доделаем здесь тоже можно будет докупить эти гирлянды но все-таки все это деньги потихонечку можно так каждый год если эти выстоят слаза будем надеяться на это да в отличие от китайских которые я покупала ну я имею ввиду что это тоже на китайский но поприличней можно будет на следующий год еще докупить и так постепенно подсобирать такой парк гирлянд а так время летит согласитесь мне кажется что мы совсем недавно только в прошлом году мы с вами наряжали теми гирляндами которые с алиэкспресс пришли да уже год прошел и мы опять наряжаем елку а сколько елку двор наряжаем украшаем елку будем наряжать так что представляете сколько мы с вами вместе на канале уже а те кто со мной 3 года вообще какие-то цифры такие даже не верится правда ладно уже прям так хочется уже так это раз-два-три елочка гори щас будет а удлинитель это у тебя такой тоже как бы уличный да с защитой я имею ввиду что у него вот этот вот куда розетка вилка вставляется такое влаги защищу дубовый у меня есть кабель мягкий вот как вот здесь у нас для 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 генератора вот кстати есть ключ здесь не забывай вот вот у нас легенератор видишь он заледенел его надо было бы лучше домой завести да мне кажется его надо знаешь куда положить подать под электрокотел в этот шкафчик видишь какой кабель вот паша сказал такой кабель он резиновый да мягкий видишь да мороза не боится ничего вот я такой купил но сейчас уже не до этого потом можно сделать да но еще полночи сейчас уже но еще дорогу есть вот все нормально ладно отработал пускай здесь не лежит так ну что распутываем так упал как в делаем сюда на нее не накапал а может ее вот туда положить вот этот дверцева провода вытащить туда вообще положить да именно вот этот узел ну или как это да правда оттуда вытащить она наверно сейчас не откроется наверное замерзла там идея была хорошая мало воплотимая сейчас но потом сейчас давай так сделаем потом это надо расчистить а тут все расчищено просто подмерзла да валера весь провод закрепил по пути его следования на как раз на такие же точно фишки как и саму гирлянду так что ничего болтаться не будет не споткнешься ничего не висит все культурно у нас тут работают профессионалы да паша сказал что он в тебя витта потому что он тебя знает что ты такой аккуратист все делаешь 10 с плюсом даже не на пять здесь но мне говорю посоединиться коробки и чтобы выключателем одновременно свет включать везде вместе с гирляндой другой стороны мы захотим включить гирлянду да лучше поэтому я разделею да вообще гирлянда на самом деле красиво очень смотрится без света помнишь мы прошлом году так пробовали без освещения она сама по себе освещает тоже и мне кажется что лучше смотрится она без освещения до бедны те же все руки замерзли на таком холоде все закончил валера убрали провода в дверцу сейчас будет торжественный момент можно фанфары включать хвостики обрезает так есть контакт нет а наверное надо в этот выключатель там включить вот в этой коробочке то вот которые вот там где переключаются режимы она наверное там должна включиться мы же ее в магазине проверяли все должно быть нормально так все культурно сделал что не может не работать пошел проверять как воткнул конечно нормально все открыл удлинитель не работал на теплице не горит да в чем же причина может быть у нас может там какой-то тумблер еще есть кроме этого переключателя какой-нибудь ура заработала класс так теперь мне кажется надо выключить свет посмотреть как без света работает сато ты рад смотри какие у нас красивые огонечки да вот какие у нас красивые огонечки да теперь точно можно идти ужинать пол двенадцатого наше время наступило давай да 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 выключим свет и посмотрим как без света вот мне даже так больше нравится так вообще класс очень красиво красота тра тата тата нас красиво тебе мой хороший за то что ты столько времени на морозе вешала огонь очки ура да наступающим новым годом вот как мало надо для настроения праздника несколько часов на морозе и Новый год приближается к нам. Ну все, мы на этом хотим с вами попрощаться, потому что сейчас реально уже полдвенадцатого, уже сил у нас никаких нету. Мы и холодные, и голодные, и еще вообще на самом деле еще столько дел впереди сегодня. Так что с наступающим вам праздником, вас с праздником, всех с настроением. Сейчас еще раз вам финальный результат сегодняшнего вечера. Видишь, где утеплено у нас сосулек нету. Да. А где не утеплено, твоя мастерская. Посмотри, какие сосульки. Да, утечка у нас тут, видите, тепла идет. Вот сосульки наверху на крыше. И надо помнить, как только утепель, подвозь здесь не ходить. Потому что она будет съезжать. И эти сосульки, помнишь, как в прошлом году падали? Угу. Это опасно. Ну все, смотри, какая красивая картинка. Да, сказочно. Сказочно сразу становится. Еще повесим внутри этого веранды старые гирляндочки. Сахарок! Видишь, как нам повезло. У нас уже скоро Новый год. Ура, ура! Ура! Да. Ты доволен? Ура! Да, скажи, у меня Новый год каждый день. Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok